В этом году довольно неожиданно для специалистов Екатеринбург и Свердловская область почему-то в гордом одиночестве и резко ушли в отрыв от остальной страны по части учащения случаев магазинных краш методом Блицкрига. Не более трех минут требуется явно тренированной команде налетчиков для того, чтобы ночью вломиться в магазин, набить сумки товаром и исчезнуть еще до того, как успеет примчаться даже самая резкая группа быстрого реагирования. А товаром этим почти исключительно всегда становятся сигареты. Ну а что, весят всего ничего, место занимает мало, а стоят вполне приличных денег, очень удобно. Правда, исключения бывают все же. Вот, например, недалеко 27 апреля в половине четвертого утра грабится магазин. И нет нужды по старинке рисовать, например, черную кошку, как в месте встречи. Тут черная кошка живьем входит в состав банды. Ее работа продефилировать в поле зрения камеры наблюдения. У военных моряков это называется демонстрацией флага. Удобно. Разве что только кому-то регулярно приходится дополнительно несколько секунд тратить на рывок до рыбного отдела. Киса-то не за так просто трудится, а за долю малую. Вот, например, хроника одной только недели, начиная с прошлой среды, одной только торговой сети имени одной модной и юной певички. 19 мая, 4.14 утра. Красноуральская, 23 в Екатеринбурге. Двое неизвестных взломали дверь и унесли Курева на 59 тысяч. Часом раньше на Чайковского, 86 дробь 4, уже четверо. Натырили во взломанном магазине добра уже на 69 тысяч. Но тут к сигаретам прибавлена еще стоимость похищенного монитора системы видеонаблюдения. Пятница, 21. Екатеринбург, авиационная 61 дробь 4. В 15 минут второго. Воры вынесли табачных изделий на 53 с половиной тысячи. В ту же ночь, спустя два часа, на орденоносцы в два. То же самое на сумму 47 с половиной тысяч. 23 мая, в 12-м часу ночи, неудавшаяся попытка проникновения в Нижнем Тагиле на юности 1А. Еще две неудачных попытки случились в пятницу ночью в Екатеринбурге на военные 10 и в Верхнем Дуброво на победы 4. Агентство ИАН приводит слова руководства региональной монетки и ее специалистов по безопасности о том, что из 11 регионов присутствия только в Свердловской области отмечен такой резкий всплеск сигаретных налетов. В этом году за 64 ночных проникновения табака унесли без малого на 3 миллиона рублей. И это еще 14 попыток оказались неудачными. При этом многих налетчиков и охрана, и полиция знают. В Ревде, например, на шайку братьев Зе, воспитанников интерната, есть довольно пухлое досье. Они натурально серийные. Но малолетство спасает их от реально строгого наказания, чем криминал стал пользоваться просто уже в промышленных масштабах. Невольно задумаешься, а может быть нам стоит уже понизить возраст привлечения к уголовной ответственности? Ну, хотя бы до того же уровня, что существует у светочей и разносчиков демократии по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok